Еще такую советскую аллею здесь, здесь наверное какая-то скульптура была, такие тут уже большие платаны, маленькие пальмы и хвойные всякие растения, в том числе и кипарисы. Тенистое такое место для отдыха приятное, опять-таки швистцикады. Сейчас сидели с одной женщиной, которая тут отдыхает в Лазаревском, в общем 10 дней вместе с самолетом 50 тысяч, она говорит, с Перми, да, вместе с трансфером, с перелетом и с трехразовым питанием. Ну, правда, как она сказала, питания особо там выбора нет, то есть ешь, что дают. Шведский стол? Да, не шведский стол, ну может быть там, она сказала на завтрак, она что-то сказала, что, например, каша и запеканка, ну вот так вот, ну в обед, наверное, суп какой-то. Ну, во всяком случае я у мороженой сказала, что она голодная. Сам санаторий, он находится так вот через дорогу, конечно, наверное, в прошлые года основной корпус вот был здесь, но сейчас он на реконструкции. Очень хотелось бы, чтобы восстановили его в первоначальном своем виде, вот с такими колоннами. Вова пошел по той дорожке, а я хочу подойти к фонтанчику. Ну, от фонтана осталась только сама конструкция, но, конечно, видно, что она очень давно не действует. Может, кто-то из вас здесь когда-нибудь отдыхал, хотя вряд ли. Здесь целая свор собачек лежит. Лежат, отдыхают. Здесь вот такие есть домики, типа вагончиков. Хотя они на первой линии, но мне кажется, вряд ли они тут дорого стоят. Потому что, мне кажется, никаких тут удобств нет. Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы, ребята, снова в хинкальной. Только внутри, потому что снаружи мест нет. Хотим сегодня только с бараниной взять и только с сыром. Представьте, ребята, в хинкальной не оказалось хинкалий. Вот так бывает. Я хотела им на Яндексе 5 звезд поставить. Теперь поставлю 3. За первый раз, чтобы было вкусно, но как бы нехорошо, когда в хинкальной нет хинкалий. В общем, ребята, открывали шашелком и закрываем шашелком. В хинкалий нам не удалось поесть. Пришли уже, можно сказать, около того места, где живем. Протопали сегодня 5 километров. Мы соло-нахлебавшим вернулись в номер и шашелком. Завтрак в номере. И это в этом номере у нас последний завтрак. Сегодня в 12 часов у нас заканчивается. Завершающий. Да, завершающий. В общем, заканчивается наш отпуск, пребывание. Но мы сейчас позавтракаем. Я соберу все вещи. Мы все вещи перенесем в машину. Она стоит у нас буквально перед нашим гостевым домом. И мы не сразу отправимся. Мы пойдем еще покупаемся и отправимся только вечером. Таким образом, мы немного продлим свой отпуск. Вот такое у нас решение. У нас сейчас день отъезда сегодня. Мы уже бездомные. Из отеля выехали где-то в 11-м часу. Ну, у нас 12 должны мы. Крайний срок. Вот мы, значит, выехали уже. Вещи сложили в машину. Сходили на море. Потом вернулись, поели в столовой. Я вот не брала с собой камеру. Ну, в общем-то, опять мы проели почти на 1000. Там 900 с чем-то рублей. Сейчас с Вовой опять направляемся на море. Переждем сейчас вот эту жару. И поедем домой. Ну, я хочу сказать, получается, мы кушаем очень немало. Берем. А так вот, получается, если побюджетнее, если деньги, например, считать, то вдвоем можно вполне там покушать, грубо говоря, 700 рублей за глаза. Ну, даже, может, и на 600, смотря как их там. Да, 600 там с чем-то. Ну, 700 можно покушать вообще. Ну, мы просто с Надей как-то это, голодными глазами все это мы покупаем. Да. Там пирожные, пирожные. Ну, всякие салаты такие подороже. Рыбу, там, мясо. Там, в принципе, можно выбрать. Ну, вот если мы недавно с женщиной одной, которая здесь в санаторий Лазаревском, у них включено питание. Она говорит, что там выбрать особо нельзя. Например, вот дают гречку там и подливу. Ну, то есть, если вот питаться так, то можно уложиться. Ну, вот, смотри, например, брали биштекс с яйцом. Ну, биштекс и сверху яйцо жарить не положено. Оно 90 рублей стоит. Ну, гарнир там возьмешь, пускай еще сороковник. Вот. Попить возьмешь. Ну, грубо говоря, можно даже за 200 рублей покушать. Суп, наверное, рублей. Ну, одного человека я не видел. Суп рублей 90. Ну, смотри, конечно, как вы будете кушать, но... Да. У нас, Слово, получается, все равно в среднем где-то 900. Не, ну, иногда было, выходило, когда мы, ну, мало брали, там и 700 было, и 600 там с копейками было. Ну, обычно мы вечером это компенсировали. Ну, а так некоторые, я смотрю здесь, например, вот тут же везде пятерочки. У кого есть возможность приготовить. Многие берут там даже там дошираки. Ну, все подряд берут там. И, наверное, можно еще сэкономить на еде. Ну, а можно еще больше не экономить. Можно вообще там, как говорится, потратить еще больше. Особенно, если вы будете ездить на всякие экскурсии там. В принципе, я вам постоянно показывала, что мы едим. А, вчера вечером мы с Вовой поели одну палку шашлыка. 664 рубля. Ну, там лук и лепешка. Ну, в общем, короче, вот это все нам обошлось. 664 рубля на двоих. И мы прям вот хорошо наелись. Ну, мы, правда, ели без спиртного. Да, поток машин здесь все время постоянный. То есть, что вы утром поедете, что днем, что вечером. В принципе, не особо большая разница. Вот здесь как раз за забором находится основная территория вот этого пансионата Лазаревский. Ну, который парком я вам вчера показывала. У них, ну, я смотрела на сайте, у них можно брать без питания, с питанием, с лечением. Вот эту же дорогу, к которой мы идем, по пляжу идти быстрее. Ну, мы решили с Вовой по тенечку пройти и посидеть там вот в этом парке. Санаторий Лазаревский. Ну, кто любит такой вид отдыха? Для нас с Вовой не совсем подходит, потому что там нужно четко по графику кушать в определенное время. Мы все-таки не любим, когда у нас такая жесткая привязка. Ну, а кто-то, особенно кто жил в советское время, ему нравится. Вот, видите, вход как раз под железнодорожной насыпью вот в этот парк и на тот пляж, на котором мы постоянно слова отдыхали. Я хочу сказать, он, этот пляж, он как-то вот не так сильно много людей на нем, и поэтому нам он очень приглянулся. Вон, кипарисовая аллея, шел дождь ночью, смотрите. Здесь вот как-то в основном дождь идет ночью, это очень для отдыхающих удобно. Ну, как бы, ну, то есть вы не попадете, как мы, в полуночь, в дождь. Платаны такие высокие, кипарисы высокие. Здесь очень прохладно так хорошо, свежо. Продолжение следует... Продолжение следует...